Продолжение следует... Рад приветствовать вас на нашем сегодняшнем вебинаре, который посвящен некоторым структурам голеностопного сустава и окружающих анатомических областей, которые мы наиболее часто забываем проанализировать вследствие разных причин на самом деле. Чаще всего, может быть, патологические изменения в этих структурах встречаются реже, чем в других, поэтому мы забываем туда посмотреть. Бывает виден где-то острый разрыв или острое повреждение, которое приковывает сразу наше внимание, и мы забываем с вами проанализировать не менее важные элементы, которые попадают в зону сканирования. В общем-то, сегодняшний вебинар будет состоять из теоретической и практической части. Теоретическая часть – это несколько слайдов инсайдерской информации из нашего курса по голеностопному суставу, который мы проводим несколько раз в год в Центре диагностики и телемедицины. Информация о нем, я думаю, будет, скорее всего, здесь, где-нибудь на последнем, в конце вебинара мы ее выведем, когда будет ближайший курс по голеностопному суставу. Ну и, конечно, информацию вы обычно получаете из наших рассылок, и, конечно же, все есть на сайте Центра диагностики и телемедицины. Поэтому, коллеги, предлагаю приступить. Значит, первая структура, о которой я хотел сказать и которую мы часто забываем посмотреть, это связки межберцового синдесмоза и сам межберцовый синдесмоз. Почему это происходит? Ну, обычно, чаще всего, и мы с вами это всегда обсуждаем на наших встречах, повреждаются в голеностопном суставе связки либо латерального связочного комплекса, либо связки медиального связочного комплекса при инверсионной, либо инверсионной травме. А вот связки межберцового синдесмоза повреждаются немного реже, хотя их разрыв в клиническом плане, он достаточно важен, потому что пропущенный разрыв связок межберцового синдесмоза, он может привести к формированию микронестабильности в самом синдесмозе, ну и в последующем к формированию хронического болевого синдрома в области голеностопного сустава. Почему пропускаем еще эти связки, да, это можно увидеть на аксиальных изображениях, да, обычно мы с вами обращаем внимание на латеральный и медиальный связочный комплекс, а межберцовый синдесмоз забываем посмотреть, потому что он расположен чуть-чуть выше от уровня, да, как вот здесь вот видно на анатомическом препарате, вот это как раз передняя порция латерального связочного комплекса, это передняя тараномалоберцовая связка, а вот здесь вот повыше расположены связки межберцового синдесмоза. Опять же, да, различная вариативность анатомической структуры этих связок, они имеют вот такую широкую, достаточно, имеют, так скажем, широкое прикрепление к большеберцовый и к малоберцовый костям, и между ними могут быть вот такие вот вкрапления промежутки, да, которые обусловлены, опять же, да, анатомическими особенностями. Даже некоторые анатомы выделяют отдельно вот эту вот нижнюю связку межберцового синдесмоза, она называется еще связка бассета, но не обязательно это запоминать, в общем-то, просто нужно понимать, что эта связка может состоять из нескольких порций, соответственно, это передняя связка межберцового синдесмоза, вот как раз эти две порции. Да, и сзади вот такая же вот широкая идет связка межберцового синдесмоза, которая очень редко, как мы с вами всегда обсуждаем и будем еще обсуждать, очень редко повреждается, и чаще всего повреждение ее мы наблюдаем только после полного разрыва передних, передних, соответственно, связки межберцового синдесмоза, и обычно, да, это все сопровождается еще и переломом, переломом латеральной лодыжки. Вот, соответственно, на аксиальных изображениях, да, как я уже говорил, мы с вами чаще всего обращаем внимание на латеральный связочный комплекс, особенно есть повреждения в данной области, мы с вами забываем немножко посмотреть еще на межберцовый синдесмоз. А вот межберцовый синдесмоз, он как раз находится немножко выше в краниальном направлении, и вот обязательно у нас зона сканирования на аксиальных изображениях должна захватывать эту область, чтобы не пропустить патологические изменения. И, как я уже говорил, мы видим с вами вот такую вот широкую негомогенную структуру передней связки межберцового синдесмоза, которая вот идет от большеберцовой кости и, соответственно, прикрепляется к малоберцовой кости. Поэтому, коллеги, проверяем свои протоколы и, соответственно, технику сканирования, да, чтобы у нас обязательно лаборант ставил исследования, ставил аксиальные срезы с захватом связок межберцового синдесмоза. Вот, и, в принципе, теперь можно будет посмотреть на изображениях, да, каким образом это выглядит. Если мы возьмем с вами аксиальное изображение, вот протонная плотность с подавлением сигнала от жировой ткани, вот опять давайте, да, спустимся. Вот он, латеральный связочный комплекс, он расположен достаточно низко, да, уже на, ну, фактически ближе к середине аксиального блока срезов. А вот если мы поднимаемся в краниальном направлении, вот нам нужно не упустить вот эту область обязательно. Вот она широкая, соответственно, разволокненная связка, передняя связка межберцового синдесмоза. И мы с вами уже здесь, да, можем заметить, что вот в области перед самым прикреплением связки межберцового синдесмоза к малоберцовой кости есть участок измененного сигнала, который как бы переходит в саму костную структуру. Да, если мы здесь посмотрим на программу без подавления сигнала от жировой ткани, мы с вами увидим, что эта структура, да, не что иное, как осификат, который можно очень легко пропустить. Вот что касается острой травмы, в принципе, нам всегда с вами легче диагностировать изменения, потому что при острой травме, ну, той же связке, например, передних межберцового синдесмоза будет отек, выраженный чаще всего в окружающих мягких тканях, в жировой клетчатке, может формироваться гематома, которая приковывает наш взгляд, и мы с вами изменения не пропускаем. Если же мы с вами прицельно не посмотрим вот в этом случае на связку межберцового синдесмоза, на переднюю связку межберцового синдесмоза, то, конечно, вот такие изменения можно очень легко пропустить, проанализировать латеральный связочный комплекс, медиальный связочный комплекс и на этом закончить. Но если мы с вами замечаем вот этот осификат, деформацию даже, можно сказать, точнее, контура латеральной лодыжки в области прикрепления передней связки межберцового синдесмоза, мы с вами, помня о том, что разрывы связок межберцового синдесмоза, как я уже сказал, часто сопровождаются костными повреждениями. Мы можем сюда поставить, например, сагитальное изображение и обратить внимание не только на деформацию в месте прикрепления связки межберцового синдесмоза, но еще и на, соответственно, контуры, деформацию контуров самой латеральной лодыжки в области уже ближе по заднему краю. Вот здесь было не что иное, как разрыв межберцового синдесмоза передней связки, и был у этого пациента, когда-то давно, через синдесмозный перелом латеральной лодыжки, вот с типичной косой линией, спасибо большое, с типичной косой такой линией, опять же, да, все вот эти вот варианты переломов с классификацией по Веберу мы разбираем на наших курсах по голеностопному суставу. Это что касается первой анатомической структуры, о которой я хотел сказать. Теперь второй момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, коллеги, это суставы, которые, в общем-то, не относятся к голеностопному, но почему я хочу обратить на них внимание, потому что практически всегда они попадают в зону сканирования, когда мы делаем МРТ голеностопного сустава, и на аксиальных изображениях, и на сагитальных изображениях, на изображениях по короткой оси, да, на корональных, мы их не всегда видим, эти суставы, не всегда дотуда сканируем, хотя чаще всего сустав Шапара, он, в общем-то, и на корональных изображениях попадает в зону сканирования. Вот, а часто пациенты, да, приходят с направлением именно на МРТ голеностопного сустава, и если даже была травма в области сустава лисфранка, то, в принципе, такой пациент, придя к вам с направлением МРТ голеностопного сустава, да, вы на голеностопный сустав обратите внимание, посмотрим все связки, ну, в общем-то, все, что нужно. А на суставы, которые попадают в зону сканирования, обычно мы забываем посмотреть, вот, поэтому нужно помнить обязательно, что в зону сканирования, кроме голеностопного сустава, попадает сустав Шапара и попадает сустав лисфранка. Значит, ну, опять же, да, несколько слайдов, буквально, сустав Шапара – это такой вот комплексный сустав, в которых формируется источнение нескольких костей, да, соответственно, мы здесь с вами видим пяточную, таранную, ладивидную, кубовидные кости, и у сустава Шапара есть, в общем-то, тоже достаточно выраженный связочный аппарат, то есть не все ограничивается только латеральным и медиальным связочными комплексами голеностопного сустава. Да, более того, вот эти связки сустава Шапара, они очень часто рвутся при аналогичном механизме травмы, который приводит к повреждению латерального или медиального связочных комплексов голеностопного сустава. Поэтому, если мы с вами видим разрыв связок в области голеностопного сустава, обязательно нужно посмотреть вот на связки сустава Шапара, да. Есть, соответственно, несколько групп этих связок, одни рвутся чаще, другие рвутся реже. Не всегда, да, по правде сказать, разрывы этих связок приводят к каким-то серьезным последствиям, в отличие от разрыва связок в голеностопном суставе. Но, тем не менее, да, может быть и изолированное повреждение данных связок. Пациент придет к нам на МРТ голеностопного сустава, мы этого не увидим, да, и причина болевой симптоматики у пациента будет, останется невыясненной. Поэтому обязательно смотрим. Да, очень часто вот эти вот повреждения связок сустава Шапара, они сопровождаются костными изменениями, да, то есть контузиями и даже внутрисуставными переломами, которые тоже, вследствие того, что обычно отсутствует выраженное смещение, мы с вами можем пропустить. Поэтому на смежные костные структуры, на режимах с подавлением сигнала от жировой ткани обязательно тоже смотрим. И вот есть такой тоже достаточно интересный, тоже считается, что это часть связочного аппарата сустава Шапара, так называемая пружинящая связка, либо подошвенная пяточно-ладевидная связка, которая состоит из нескольких пучков. Один из этих пучков контактирует с сухожилием задней большеберцовой мышцы, о которой мы тоже сегодня с вами несколько слов буквально скажем. И разрывы встречаются редко от данного связочного комплекса, но тем не менее бывают. Поэтому сюда обязательно тоже мы с вами смотрим при исследовании голеностопного сустава. Например, при инверсионной травме разрыв связки, которая соединяет, соответственно, таранную и ладивидную кости. Опять же, при острой травме все хорошо очень видно. Отек мягких тканей, по периферии разволокнение самой связки. На рентгенограмме видны даже мелкие костные какие-то тут фрагменты. Если идет пациент уже с последствиями травмы, которую он перенес какое-то время назад, то, конечно, такой картины мы не увидим. И очень часто, на самом деле, бывает, считается в литературе даже, что вариант нормы, мы называем часто остеофиты в области по верхнему краю передней суставной поверхности таранной кости. Но на самом деле остеофиты, которые мы здесь видим в смежных отделах, они, опять же, по некоторым литературным данным считаются даже как будто бы вариантом нормы. Поэтому увидеть последствия такой травмы достаточно тяжело. Ну и вот, соответственно, тоже при инверсионной травме, которая обычно у нас сопровождает повреждение голеностопного сустава, мы можем увидеть вот такие вот смежные повреждения, да, с одной стороны, получается, в латеральных отделах стопы мы видим с вами импрессионный перелом пяточной кости, а с другой стороны мы видим отрыв, да, отрывной перелом бугристости ладивидной кости, куда частично прикрепляется сухожилие задней большеберцовой мышцы. И для голеностопного сустава тоже это характерно, и мы с вами все это обязательно обсуждаем, что если мы видим в одном месте, соответственно, импрессию, да, например, в смежных отделах медиальной лодыжки и таранной кости, то с другой стороны, да, где у нас латеральный связочный комплекс в голеностопном суставе, мы должны посмотреть на предмет каких-то отрывов, да, либо разрыва связки, либо отрывного перелома в области нижнего полюса, в области нижнего полюса латеральной лодыжки. И также сустав лисфранка, да, это, соответственно, тоже комплексный сложный сустав, который, соответственно, соединяет средние и передние отделы стопы, там много костей сошлиняется друг с другом, есть большое количество связок, которые стабилизируют данный сустав, повредить их достаточно сложно, но, в принципе, бывают, да, травмы в области данного сустава, иногда бывают травмы серьезные, которые приводят к разобщению колонн в суставе лисфранка, да, он, ну, так скажем, условно разделяется на медиальную, среднюю и латеральные колонны, которые выполняют немножко разные функции при ходьбе, вот, но если такого смещения выраженного нет, и на рентгенограмме нормальная картина, то это не значит, что нет разрыва связочного аппарата, и такие пациенты могут попадать на МРТ. Конечно, откровенно говоря, чаще всего при повреждении сустава лисфранка, там клиническая симптоматика все-таки, она, так скажем, отличается от клиники при повреждении голеностопного сустава, и, скорее всего, этот пациент придет на исследование стопы, но, тем не менее, и в моей практике были случаи, когда пациенты приходили на исследование голеностопного сустава, и выявлялись изменения в суставе лисфранка, который попадал частично в зону сканирования. Вот эта основная связка, да, еще называется ключ сустава лисфранка, массивная связка, которая соединяет, получается, соединяет медиальную кленовидную кость и соединяет основание второй плюсневой кости, да, вот эту связку мы, соответственно, всегда должны с вами обязательно визуализировать. Да, ну вот такие вот случаи могут попадать на МРТ, когда на рентгенограмме не будет выраженного смещения между костными структурами, а на МРТ мы с вами очень хорошо будем видеть отек в смежных костных структурах, мы будем видеть изменения сигнальных характеристик между костными структурами, где как раз локализуются связки, да, и по подошвенной поверхности мы видим деформацию, и по, соответственно, тыльной поверхности, и не визуализируем вот эту вот связку, как раз которая соединяет кленовидную кость и основание второй плюсневой кости. И здесь я бы хотел показать вам еще одно клиническое наблюдение. Ну, здесь качество сканирования среднее, вот, и, скорее всего, конечно, вот такие изменения, если мы посмотрим с вами, коллеги, рентгенограмму, наверное, будут видны, да, потому что здесь виден вот такой вот, видно, соответственно, да, увеличение расстояния между суставными поверхностями, которые формируют сустав лисфранка, мы с вами не наблюдаем здесь связку, да, которая стабилизирует сустав лисфранка между кленовидной костью и основанием второй плюсневой кости. И здесь, если мы сейчас посмотрим с вами на изображение без подавления сигнала от жировой ткани, тоже видно, да, коллеги, видно вот этот вот промежуток, увеличение расстояния и, соответственно, нарушение конгруентности, да, нарушение взаимоотношений суставных поверхностей. Ну, вот такие вот случаи, в принципе, иногда могут попадать к нам на МРТ, поэтому, опять же, да, про этот сустав мы с вами не забываем, тем более он, как я уже говорил, и на аксиальных часто попадает изображениях к нам в зону сканирования, и на сагитальных. Значит, следующее, коллеги, связки мы с вами посмотрели. Следующий момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, это сухожилия, которые проходят в области голеностопного сустава. Опять же, есть сухожилия, которые повреждаются чаще, и мы, в общем-то, ну, и сопровождаются более выраженной клинической симптоматикой, например, там, ахиллово сухожилие, да, когда четко там пациент знает, когда у него произошла травма, обычно пациент чувствует щелчок, и, в общем-то, уже с конкретной, да, клинической симптоматикой, соответствующей, приходит на МРТ исследование. Вот, что касается сухожилий, например, той же медиальной группы, да, это сухожилия, которые, ну, как бы они условно медиальные, да, они вообще проходят по задней поверхности голеностопного сустава, но, тем не менее, вот в структуре задних сухожилий, да, они, так скажем, имеют медиальное расположение. Это задняя большеберцовая мышца, самая медиальная, которую мы можем видеть кзади от голеностопного сустава. Потом идет у нас длинный сгибатель пальцев и идет длинный сгибатель большого пальца, который уходит потом по заднему краю таранной кости. Вот, и, значит, что касается, например, сухожилия длинного сгибателя большого пальца, ну, он всегда приковывает к себе наше внимание. Там чаще всего мы видим с вами выпад в синавиальном влагалище, и мы с вами говорим, что, в общем-то, это синавиальное влагалище связано с полостью сустава, поэтому, если есть жидкость в полости сустава, то и в синавиальном влагалище сухожилия длинного сгибателя большого пальца, оно тоже будет, это не всегда теносиновитое. Ну, тем не менее, да, сухожилие заметное. А вот что касается задней большеберцовой мышцы, например, это сухожилие менее заметное, оно имеет, так скажем, сложное прикрепление на, соответственно, в области стопы, да, там часть волокон отдает к задним медиальному краю ладивидной кости, остальная часть уходит дальше на стопу, поэтому вот это сухожилие как-то часто, получается, забывают, да, вот, а повреждается оно нередко, да, чаще всего, конечно, это дегенеративные изменения, но, тем не менее, могут быть и острые разрывы данного сухожилия, причем острые разрывы могут быть как полные, что совсем редко случаются, так и частичные, что случаются гораздо чаще. Вот, на это сухожилие мы с вами обращаем внимание, потому что в его структуре, в области, в том месте, где оно отдает волокна на ладивидную кость, иногда встречаются варианты развития в виде добавочных косточек, да, которые могут быть клинически значимые и клинически незначимые, вот, ну, и опять же, да, как я уже сказал, может быть повреждение данного сухожилия, как на уровне, причем, медиальной лодыжки, да, где оно залегает по заднему краю медиальной лодыжки, так и в области прикрепления к заднему медиальному краю ладивидной кости. Вот то, что мы с вами видели, кстати говоря, по суставу Шапара, да, когда там был отрыв заднем медиального края ладивидной кости, это вот как раз отрыв происходит в месте прикрепления сухожилия задней большеберцовой мышцы, да, там происходит, сильно натягивается, соответственно, сухожилие, да, и отрывает фрагмент кости от ладивидной кости, соответственно. Вот, поэтому, значит, если уйти на клинические наблюдения, я сейчас тоже вам покажу один пример интересных изменений сухожилия большеберцовой мышцы. Ну, давайте так сделаем. Какой-нибудь поставим вот этот. Да, мы с вами запомнили, что это сухожилие, которое, если мы смотрим на заднюю поверхность, получается, да, задний контур большеберцовой кости, это самое медиальное сухожилие, да, если мы пойдем здесь от латеральных отделов, это сухожилие пиранеусов, да, малоберцовые мышцы, которые, кстати говоря, ну, наверное, чаще всего повреждаются в области голеностопного сустава, и мы на них чаще обращаем внимание, потом идет, соответственно, длинный сгибатель большого пальца, залегает, да, в борозде между бугорками заднего отростка, это ранной кости, длинный сгибатель пальцев, и вот оно как раз сухожилие задней большеберцовой мышцы. Вот здесь, если, так скажем, насмотрено уже какое-то количество голеностопных суставов, сразу видно, да, резкое изменение диаметра, вот резкое изменение диаметра сухожилия нас с вами всегда должно настораживать, вот видите, оно здесь какого диаметра, да, хотя уже и деформацию контуров видим этого сухожилия, и дальше вот буквально один срез в каудальном направлении, и это сухожилие резко меняет свой диаметр. Если мы дальше с вами листаем, опять же, да, оно здесь достаточно тонкое, контур его деформирован, вот здесь вот вообще какой-то фрагмент, и дальше оно уже возвращается примерно к своему, да, нормальному диаметру, и уже уходит, как мы с вами говорили, на ладивидную кость, и часть уходит дальше на стопу. Вот, что мы здесь еще можем заметить, да, мы можем заметить достаточно большое количество выпадов в синавиальном влагалище сухожилия задней большеберцовой мышцы, в отличие от длинного сгибателя большого пальца, где в норме может наблюдаться выпад, да, особенно если он есть в полосе сустава, то в синавиальном влагалище сухожилия задней большеберцовой мышцы так много выпада быть не должно, да, минимальное количество может быть, но вот если выпад полностью, соответственно, окружает сухожилия, да, ну и мы видим, в общем-то, что здесь его количество достаточно большое. Вот, но на самом деле вот на этом мы с вами не заканчиваем анализ изображений, да, и мы обязательно посмотрим еще на других импульсных последовательностях, и если мы смотрим с вами на сагитале, на данное сухожилие, вот оно, да, вот оно идет, самое медиальное, то мы увидим с вами еще здесь, да, более такие подробности, да, вот это вот получается вообще культя здесь, до которой просто аксиальными срезами не досконировали, да, вот видите, коллеги, тут, как мы говорили, все, в принципе, правильно сделано, захвачены связки межберцового синдосмоза, но вот конкретно у данного пациента нужно было еще повыше здесь захватить, с учетом, получается, вот этих изменений, да, но их, конечно, надо сперва заметить. Если мы возьмем корональное изображение, то здесь, в принципе, попало хорошо в зону сканирования данная область, и мы видим просто здесь, что часть сухожилия ретрагирована, да, и подтянута к области, ближе сюда к мышечно-сухожильному переходу. Ну, то есть, получается, смотрите, здесь какая ситуация, в принципе, на всем протяжении мы сухожилия прослеживаем, но вот на некотором протяжении есть его достаточно серьезное истончение, и в краниальном направлении есть культя, да, то есть это мог быть, я даже не знаю, можно пофантазировать, мог быть какой-то сплит, да, продольный разрыв данного сухожилия, и потом одна часть вот этого сплит-разрыва оторвалась и подверглась ретракции, да, но тем не менее, как бы, да, мы с вами видим здесь, должны констатировать частичный разрыв сухожилия задней большеберцовой мышцы с ретракцией волокон, вот, и этот, соответственно, пациент был прооперирован, если мне не изменяет память, и, соответственно, вот эта вот культя здесь убиралась, вот, поэтому обязательно, да, на все сухожилия мы с вами не только, которые наиболее часто повреждаются, опять же, да, если ситуация более хроническая, то вот этого выпыта может не быть, и мы, в принципе, как бы, вот эту культю можем с вами пропустить очень легко, поэтому вот нас должно все настораживать, особенно вот изменения резкие в диаметре сухожилий, которые могут соответствовать вот таким вот разрывам частичным и с ретракцией. Еще один момент, коллеги, да, на который я хотел бы обратить внимание, и которых достаточно часто мы забываем с вами отметить, да, это так называемые коалиции. Коалиции – это, так скажем, аномальное сочленение, да, костных структур там, где их не должно быть. Соответственно, чаще всего в стопе встречаются таранно-пяточные либо пяточно-ладивидные формы коалиции, то есть это сочленение либо таранной с пяточной костей в том месте, где его не должно быть, либо пяточной и ладивидной кости. Соответственно, сочленения могут быть фиброзного характера, могут быть хрящевые, могут быть костные, могут быть смешанные. Ну, симптоматика на самом деле зависит от многих причин. Часто начинается с молодого возраста, но бывают пациенты, которые, в общем-то, у которых вот эта коалиция начинает играть уже в более взрослом возрасте. Например, если пациент решил там неожиданно начать заниматься спортом, нагружать стопу, и коалиция вот эта, которая никогда его не беспокоила и была компенсированной там за счет окружающих структур, да, и мышечного баланса, соответственно, она начинает декомпенсироваться и давать клиническую симптоматику. Почему? Да, потому что, соответственно, в зоне вот этого аномального сочленения начинает возникать отек костного мозга, который, как мы знаем, как раз и приводит, да, чаще всего к болевой симптоматике. Например, да, вот мы видим с вами, что есть аномальное сочленение таранной и пяточной костей, которого быть в данном месте, в общем-то, ну, совершенно не должно быть его здесь, да, в данной области. И мы видим с вами отек костного мозга и понимаем, что такой вариант коалиции, скорее всего, дает клиническую симптоматику. Часто, да, вот такие коалиции сочетаются с патологическими изменениями. Пазухи предплюсные – это еще один, кстати говоря, анатомическая одна структура, которую тоже забываем посмотреть, а она вот прям в 100% всегда входит в зону сканирования при исследовании голеностопного сустава. В общем-то, сама из себя, как бы, структура – это представляет просто, так скажем, углубление, да, между подтараном и таранно-пяточной ладивидным суставами. И это углубление заполнено в основном жировой клетчаткой, на фоне которой есть связочный аппарат. Плюс тут есть еще мелкие артериальные анастомозы, соответственно, нервные окончания, которые ответственны за проприорецепцию. Поэтому эта зона тоже очень важна для травматолога, потому что может патологический процесс в данной области приводить к появлению клинической симптоматики. И вот, как я уже сказал, нередко вот такие коалиции встречаются с патологическими изменениями рядом лежащей пазухи предплюсные. Вот. Почему не видим коалиции? Ну, чаще всего по опыту просто не готовы их увидеть, да. То есть, если мы не знаем о существовании таких вариантов развития, то вероятность того, что мы ее как бы увидим и правильно интерпретируем, она достаточно маленькая. Поэтому мы с вами, так скажем, запомнили на курсе, опять же, да, все это поподробнее, все эти варианты разберем. И после этого, соответственно, уже такие изменения пропускать мы с вами не будем. Ну, вот верхний ряд, например, это нормальная пазуха предплюсная. Видим жировую клетчатку на программе без подавления сигнала от жировой ткани. На фоне этой жировой клетчатки вот здесь прослеживаются связки. А если посмотрим на три нижних изображения, то мы увидим, да, что жировой клетчатки здесь нету. Ну, точнее, она есть, но сигнал от нее изменен за счет вот такой облитерации и фиброзных изменений, да, и жидкостных включений. Если мы посмотрим это на программе с подавлением сигнала от жировой ткани, скорее всего, здесь будут. Вот, поэтому, когда, конечно, такую картину видим, уже обязательно пишем изменения в пазухе предплюсная. И клиническое наблюдение, коллеги, на сегодняшний день у нас последнее касательно нашей тематики. Ну вот, на аксиальных изображениях, в принципе, сложно достаточно пропустить, потому что вот мы с вами листаем, допустим, изображения, посмотрели все связки, вот латеральный тут связочный комплекс, заметили, изменен, но мы не будем на нем останавливаться сегодня. Чаще всего мы все-таки эти структуры замечаем и интерпретируем. А вот эти изменения тоже, да, мы видим здесь отек костного мозга, да, мы видим деформацию костных структур, и, конечно, сразу наш взгляд, наверное, сюда упирается, да, и мы с вами это обязательно посмотрим на сегипетальных изображениях, да, где мы видим вот это вот аномальное сочленение между пяточной и таранной костью. Хорошо это должно быть на корональных изображениях, да, и мы с вами вот видим очень хорошо, да, в зоне, получается, опоры, видим вот это аномальное сочленение с дегенеративными кистами в костной структуре и в таранной кости, и в пяточной кости отек. Вот здесь вот есть, кстати говоря, еще дополнительно к этой коалиции вот такая вот вставочная добавочная косточка, тоже как вариант развития бывает. Ну, здесь у нас коронального Т1, да, или другого без ФЦ-та нету, но можно посмотреть, например, на сагитальном, как это выглядит без подавления сигнала жировой ткани. Да, давайте посмотрим. Вот как раз эта добавочная косточка, которую мы видели, вот эта коалиция, и, конечно, да, если мы посмотрим на пазуху предплюсная, вот она, да, как раз между таранной и пяточной костью она в передних отделах находится, конечно, она выглядит ненормально, да, то есть мы видим, что жировая клетчатка здесь нормальная не прослеживается, ни на Т1 взвешенных изображениях, ни на протонной плотности с подавлением жировой ткани, тут, в общем-то, такой единый конгломерат, видимо, уже фиброзные в большей степени даже, они жидкостные изменения, связки отдельно мы здесь тоже не прослеживаем, но, опять же, да, это совершенно логичная вещь на фоне вот такой хронической коалиции. И, опять же, да, по симптоматике человек может жить с этой штукой, в общем-то, достаточно долго, и ее, так скажем, она никак не будет себя проявлять, но как только человек начинает нагружать свою стопу, ну, или плюс возраст, соответственно, прибавляется изменение в мышечной ткани, биомеханике, тогда уже вот эта коалиция начинает клинически играть и себя показывать в виде болевого симптоматика, ну, плюс, как мы говорили с вами, конечно, изменения в пазухе предплюсные, которые мы здесь видим, и тоже обязательно не забываем сюда никогда посмотреть, тоже играют свою роль в формировании клинической симптоматики у данного пациента. Вот это, в принципе, несколько таких мест, да, анатомических в области голеностопного сустава и стопы, которые я вам хотел сегодня показать, и которые по опыту, да, анализа изображений нередко пропускаются, да, нередко забывает туда рентгенолог посмотреть, и, соответственно, пропускаются значимые патологические изменения. Вот, поэтому, коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, соответственно, пожалуйста, в чат можете писать. Здравствуйте, как правильно описать заключение, если вы видели эти коалиции? Мы можем так и написать, в принципе, да, что определяется, значит, на таком-то уровне таранно-пяточная коалиция. Если мы с вами понимаем, да, что она, например, фиброзно-хрящевая, то так и пишем фиброзно-хрящевая коалиция. Но на самом деле даже важнее указать, помимо того, что эта коалиция есть, есть или нет какие-то изменения. Если, например, есть коалиция, и все ровненько, абсолютно, там, сигнал от костного мозга не изменен, все хорошо, то это одна ситуация, да, скорее всего, это просто случайная находка. Если же мы с вами видим реактивные изменения костного мозга в смежных отделах, да, которые мы вот так прямо с вами и можем отобразить в нашем заключении, то тогда это уже, конечно, клинически значимая история, и травматолог уже, так скажем, ну, будет, наверное, какие-то выводы из этого делать. Так, подскажите, пожалуйста, будет ли запись, 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 наверное, наверное, будет, скорее всего, да, будет запись, коллеги, данного вебинара, вот, поэтому думаю, что кто не успел, все просмотрят. Как четко дифференцировать интерлегаментозные парциальные разрывы сухожилия от дегенерации – это боль? Ну, да, коллеги, конечно, не всегда возможно, да, как это не только к голеностопному суставу относится, ну, в том же плечевом суставе, не всегда мы можем понять, если выраженное дегенеративное изменение в сухожилии том или ином есть, не всегда можно понять, есть ли там частичный, ну, тут лучше называть не интерлегаментозный, а интерстициальный, наверное, да, парциальный разрыв, потому что интерлегаментозный – это больше к связке, чем к сухожилию. А к сухожилию есть термин интерстициальный, да, интерстициальное повреждение, интерстициальный разрыв. У меня такой подход, что если в дегенеративно измененном сухожилии я вижу прямо отчетливо жидкостные включения, вот, которые по сигналу аналогичные жидкости в полости сустава, тогда я могу написать интерстициальное повреждение, да, частичное сухожилие. Если я вот таких жидкостных структур не вижу, ну, или, конечно, или волокна там частично отсутствуют, вот, если жидкостных включений не вижу, то предпочитаю писать дегенеративные изменения. Вот, как бы, такой подход, который он, ну, в общем-то, себя оправдал в работе совместной и в коммуникации с травматологами. Вот это, что касается… Ну, лечение тоже зависит, опять же, от того, какая патология. Если вы имеете в виду коалиция, то, конечно, чаще всего, наверное, это консервативное будет лечение. Это, наверное, ну, какой… Оптимизация нагрузки. Патология, наверное, тут будет играть роль еще, соответственно, деформации, приобретенные стоп, которые тоже могут быть компенсированы, допустим, какими-то там ортопедическими вещами, да, стельками. Вот, то есть здесь комплексная терапия, наверное, будет. Ну, плюс там обезболивающее противовоспалительное, которое будет снимать вот этот весь отек. Вот. Хирургии здесь, наверное, конечно, ну, особенно у пациентов, которые уже в возрасте, ну, скорее всего, не будет. Вот, если молодые пациенты, может быть, там можно рассматривать какую-то хирургию, но тоже сомневаюсь. Так, еще вопрос. В данном примере коалиция фиброзная. Да, здесь бы я написал, наверное, фиброзно-хрящевую коалицию, потому что есть вот помимо депоинтенсивных структур, вот такие вот фрагменты серенькие, да, которые больше похожи на хрящ, но костную бы, наверное, здесь не писал. Вот, если есть сомнения и требуется, так скажем, уточнение, тогда, конечно, рентгенологическая методика, и там мы с вами четко увидим, есть или нет костные компоненты этого сращения. Не всегда, к сожалению, прям вот можно четко отдифференцировать, и чаще всего нужно сказать, конечно, коалиции имеют смешанный характер. Так, дальше. Смещение сухожилия короткой малоберцовой мышцы кнутри, без изменения его структуры. Это вариант нормы или патология? Ну, здесь, наверное, имеется в виду, да, если короткая, да, вы говорите, вот короткая, вот она у нас идет, которая прикрепляется, соответственно, к основанию пятой плюсневой кости, да, вот короткая, она, правда, просто чаще не кнутри смещается, да, потому что, ну, кнутри это вот сюда, а она чаще наоборот вот сюда, наружу смещается, и встает между сухожилием длинной малоберцовой мышцы и латеральной лодыжкой, вот. Если, так скажем, оно просто сюда заезжает, и мы не видим изменения сигнальных характеристик или продольного разрыва, то чаще всего это вариант нормы анатомических, вот. Если же оно смещено, да, сюда вот в латеральную сторону, есть разделение сухожилия короткой малоберцовой на две, на два фрагмента, тогда, конечно, это патология, потому что это продольный, либо так называемый сплит-разрыв. Вот, на уровне лодыжки обычно оно кпереди, а длинный. Ну, вот, да, вот здесь вот как раз оно смещается вот сюда вот в латеральную сторону и располагается между сухожилием длинной и между костной структурой латеральной лодыжки. В общем, как вариант нормы, если просто без изменений сигнальных характеристик и без признаков продольного разрыва. То есть может быть такой вариант. Так, как достичь такого хорошего качества изображений на голеностопе, насколько необходим в протоколе? Мерч, к примеру. Ну, коллеги, здесь вот секрет-то простой абсолютно. Это катушка многоканальная, да, хорошая, и, соответственно, магнит, в общем-то, с закрытого типа, там, ну, минимум полтора-то словой, наверное. Вот, то есть тут, если отдавать предпочтение, нужно всегда давать предпочтение жесткой катушке. То есть если нет специализированных катушек каким-то образом, ну, можно в коленную иногда, конечно, засунуть, если к деформации это сильно не приводит, или стопу надо посмотреть. Либо в головную катушку жесткую. Вот, мягкие катушки всегда хуже. Ну, и плюс отстройка режимов. Тут, конечно, однозначного ответа нету. Это как бы всегда такая импровизация, в общем-то, с учетом имеющихся возможностей по оборудованию, по катушкам, ну, и по времени, конечно. Выносить ли отдельно в диагноз изменения в пазухе предплюсны? Да, да, это однозначно. Если есть вот такие вот изменения, которые мы с вами увидели при коалиции, лучше их вынести, потому что у травматологов есть даже методики там ортроскопические, которые, соответственно, на пазухе предплюсны, они там могут что-то делать. Вот поэтому лучше это вынести отдельно. Плюс это, опять же, да, может приводить к клинической симптоматике. Так, хочется вебинар по лучезапясному суставу. Ну, когда-то, наверное, сделаем. И до него дойдем обязательно. Коллеги, ну, я думаю, тогда мы на этом с вами заканчиваем сегодня. Много уже, помимо того, что мы с вами посмотрели, обсудили. Ждем вас на наших курсах, вебинарах. На нашей конференции будет российский диагностический саммит с 6 по 8 сентября проводится. У нас там интересные сессии запланированы от комитета по космосуставной системе МРО. У нас есть сессия, там будем разбирать нетравматические изменения мягких тканей. Там аксиально-экспондилоартриты посмотрим, потом миопатии разные, и плюс кальцификации в мягких тканях. Это будет в первый день форума. Поэтому прямо вот приглашаю. Ну и плюс, опять же, да, я думаю, не только мы с вами скелетно-мышечной радиологией занимаемся. Будут еще две сессии, которые я моделирую в третий день. По КТ живота и грудной клетки. Значит, там первая сессия будет острый живот, соответственно, там системный подход, КТ-семиотика, перфорации полуоргана ишемии кишечника, плюс воспалительные изменения разные, там аппендицита до жирового подвеска. И вторая сессия – это тупая травма живота и, соответственно, грудной клетки. Вот поэтому тоже приглашаю. Будут и на сессии по костно-суставной системе будет модератор, ревматолог, главный внештатный специалист по Центральному федеральному округу. И на сессиях по КТ живота и грудной клетки тоже будут модераторы этой хирурги из Первой Градской и из Яромишанцева. Поэтому будет интересно. Всех-всех приглашаю на Российский диагностический саммит и на наши курсы, в том числе по глиностопному суставу. Коллеги, так, да, полная информация о курсе здесь есть в чате, поэтому всем спасибо большое. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok